итак дорогие друзья давайте же спешно врываться в эту самую замечательную историю номер пассе между командами и псилоны ldlc это же вот до бег сел про европейн чемпионшип ну классно слушай ну классно лучше мне скажи сколько у тебя времени смысле в петербурге а ваш как дела один номер 13 12 11 11 11 10 вот до 9 отлично зашибись зашибись шикардировал с вообще насть мы вот и будем смотреть дорогие друзья давайте что весь блэм промакивается по оппоненту как насчет попасть пока не получается не получается все еще крушил крушил все-таки погибает от логана и лдлc кстати ставит бомбу молодцы что именно так и фрейд вот заканчивает стойно и вот погибает правда монако эликс остается двое и на они кстати могут еще задаваться особенно прикольную позицию монако он часто дропнул голову что-то ничего вы не видел в конце концов сериал чекнул добили также семнашку и до свидания такое себе конечно начало для лдлc с одной стороны поставили бомбу то есть они соответственно на следующем раунде будут иметь опять же тот крутой закуп 2350 2300 650 в общем вы понимаете они могут либо сейчас выйти в бай либо на следующем раунде выйти в калаши соответственно со вторыми арморами сейчас пытаться например сыграть с эзэшками пары трех по 250 например то что просто поставить бомбу да вот так будет у нас с эзэхом вместе с двумя по 250 появляется в тайну вместе с двуэком и алексом ну а эпсиленс соответственно появится нормально типа три фарма два фармгана фарма с эмкой короче по дефолту и им сейчас по хорошему надо максимально растягивать раунд потому что противник все нет штуки гранат соответственно савить свои молики савить свои смаки и у них все будет имчать так ну давай посмотрим что здесь отлетает двуэк уже фармит 600 долларов себе blame почти кстати погиб если жизнь свою сохранить будет интересно так пришел все-таки убивает господина из противоположной команды тайну тоже падает соответственно что там амонек логан остается твоим да там блок и чешка но такое не особо рабочий вариант но смысле что начни особо рабочий одного кого-нибудь убьют наверное все пытается киева кстати говоря найти 50 оппонента с mp5 бегает ходит возможно найдет сейчас третий вопрос отлетит от логана или не отлетит от логана ну да должен вроде как оооо этот парень евник готов к ланчику очень слабая стрельба от него 2-0 и лдлс вот сейчас уже будут баять соответственно них по 3 900 по четыре с половиной тому логану например на выпаде не хватит правда но зато за наказа клаши и немножечко гранат то что нужно вопрос именно в том что мы сейчас увидим первую нормальную атаку от лдлс и француз должны по дефолту скорее все потрашить хотя нет мы видим то что они решили играть именно классическим стилем под названием чек и все что тут возможно оставили одного аппанта другого следственного коннектора то эти у кидры плац и будут развивать свою атаку уже чисто из-под ситуации хотя судя по всему не стягиваются в сторону аппанта здесь крышу вместе с блэймом должны ответить хоть чем-то опять же нельзя подставляться нужно играть закрыто но верпассе апплент еще можно очень долго оборонять постепенно отходя и и псилонцы об этом знает хотя честно говоря немножко рановато не покидают позиции но и с другой стороны будет еще под пуш на клумбу и мы видим то что крушила кастки будет топовая позиция на районе он будет заниматься статьи в которой пан либо пропал ли ты убиваешь людей липт этот туп не уходишь потому что некуда уходить на 1 убил не ушел что касаемо блэйма видел тень все сделал хорошо красиво бил оппонента летел правда от 2 2 к гранату вообще должна была быть хорошая но как не очень киа шима и вы здесь довольно открыто играет и не справляется со спреем здесь во все стороны и выходил открыто короче гарсическом широко странно на самом деле получилось как-то не понял я что хотел делать киа и до лдл сидишь у кого от лица действительно оппонентом конечно же особо ничего не сделает про и последний и отлетает в первый девайс на раунде лдл сев причем довольно жесткий ну да вот давай там еще четыре клапа он сделал если правильно увидел короче неплохо это делал сильно даже хорошо возможно я ожидал худшего получилось даже хорошо ну тут еще фишка в том что все он все не то чтобы имели там хороший бай то есть они оставили свою формгану для того чтобы сэкономить лишние деньги и сейчас у них тесно ввп вместе с амками так далее из позитива они задоджили хотя бы тотальный разрыв экономики с этой новой темой дефенсовым пайом получается ресет экономики вместо 1900 1400 вот так что так то не в принципе все не так плохо да то есть они сейчас ну окей могут могут приграть раунд да может быть в таком случае у них будет экономический ну или портсовый как они захотят на их месте по логике еще и надо делать экономически и тогда у тебя будет все окей соответственно сейчас они просто обороняются в дефолте плюс смотрят вышел коннектор надо выходить идти в душевые уйти желательно вообще слонга на план поглубже под прикрытием блэйма будем соответственно просто решает стреляться но опять же вот согласись то что разница в тир-2 тир-3 там кс вот как раз в этом что какой-то мужик просто может в наглую без какой-либо флешки открыться на банан второй мужик будет точно также открыто стоять типа без каких-либо отходных путей без каких-либо прикрывающих флешек без моков и всего остального и они просто сразятся как рыцарей в честном бою в итоге делает свой фраг боем да алик здесь падает неудобно получается лодился кстати говоря про бои вообще не думают то есть они пытаются жмакать upland играя против и псилон опять же один раунд у них получился но где мы здесь был прав в плане двайсов конкретного команды и псилон здесь как мы видим двайсы есть и псилон пока не единицы хэпа не потеряли но и перестрелок особо не было все еще не потеряли то что крушал делает крышал делает второй говори все еще не потеряли все еще не потеряли третий да а монек что не росли что ли что-то случилось как как-то не окрасавчик ничего не скажу но я имею ввиду тут реально парни то есть ну ты не можешь дать снайперу стрелять по четырем разным позициям и на этой же точке если у тебя есть хоть какая-то раскидка минимальная типа хочешь что-нибудь вообще в него кинуть потому что ну если снайпер делал четыре кила не меняет очки и делает их подряд в 1-1 это означает что у тебя серьезные проблемы либо с таймингами либо с раскидками либо с движениями соответственно лдлс и сейчас создали эту ситуацию больше с раскидками скорее дело не в таймингах снайпер довольно несложно закрывается я имею ввиду у тебя если если бы они были раньше дать тайминги буквально ну может быть я все еще считаю что наверно больше флешки то есть испугать флешка и снайпер бы сам убежал потому что умирать не хочется никакого никуда не убежал в этом-то вся и суть что у него не было пути для отступления нормального типа его закрывали с этой фонта одновременно со стороны соответственно душевых и банана то есть но у него не было никаких шансов он кому пришлось бороться до конца но опять же да ты не должен давать ему просто на просто ни черта видите здесь и даешь но не получилось лодился здесь вы ладно будем смотреть денег особо ребят нет под один коллаж будут играть с чешечками и деглом от логана из того что я по крайней мере вижу 50 секунд вся там вот 50 секунд команды лдл села теперь они вспомнили фабе это интересно кстати говоря может быть шурел получает жбан но вроде ставят один килл правда отлетает а мы на кто и на делает по киллу бы план совершенно спокойно занимает ребята из команды лдл си как я понимаю на пути там еще товарищ походит вот этот вот алекс до пришел правда монако здесь убивает и вот алекса бы еще как-то забрать а его походу никто не понял вообще что происходит алекс еще на чудит на кружке леска и всего делает вот такой да замечательный kill прям все здорово получается но и шансов кому у команды и псалон теперь очень мало двоим последний не отлетает правда но будет убегать тебя спасать что довольно интересно то что команда лдл си отдает ему а випе 32 будет счет выиграют все таки этот раунд ребята из команды лдл си как мы видим не сдаются по крайней мере сейчас ну да издаваться рано на самом деле человек я тут начинаю молчи что вспомнили про бы потому что бывает такие проблемы что как-то на один из пунктов получается получается и потом вы хотите опять что получалось забывайте про один из пунктов например но делся очень вовремя все сделали теперь в салон понимает то что необходимо еще и опять же бы укреплять и так вот постоянно окреплять не получится как крушил где сделать килл и крушила тоже надо бы закрывать алекс об этом должен познать хорошему не получается он отлетает я кстати немножко напрягает то что 1738 они алекс возможно чё-то не понимаю этой жизни ну ладно я уже вроде привык почему-то его никто не так тут види отображается что грустно что грустно конечно не знаю почему так снова если не знаешь почему-то смысле почему алекс 1738 но потому что есть такой клуб короче в питере называется 1703 вот если кто не знает что почти все знают что это значит двдвк тем временем заезжает у нас на б-плент надо типа очищать территорию территорий в принципе плюс-минус зачищено в корне на молодых песках ами сирилла в конце концов его тоже добили и лтлс скорее всего возьмем под отраунд типа солнцем на тупо сейс сити на выбивание сейчас на какие-то вот эти вот пилы вот крушел сейчас тем то чем занимается тоже не особо осмысленно парням на хелпе надо которые справа стоят им надо откинуть смог под себя и просто убежать зачем за ретейки ну что вы делаете той ну тем временем выходит шарта там смог камана вперед одного убивает таро ну что зачем просто ну зачем ну вот что вам почему он намазано так было денег ноль у вас до 250 через 50 денег какие вообще варианты на ретейки если вы четыре на четыре играется которым у противника много чего есть и самое главное то что у него есть время нормально и позиционка потому что он слушает позиционка потому что было время то что зачем идти на ретейк но какой в этом смысл ты идешь потом на союз точнее на экономический раунд теряешь место 1 2 подряд но эти по шансу на то что взять еще сделать это где сидим я больше согласен потому что приблизительно такие же вещи исповедую хотя на самом деле будет совершенно разные ситуации но мне кажется что с точки зрения макроэкономики вообще макро ситуации типа сейвить когда у вас проси что не позиции хорошая тема но только вот если стальные кружки до в себе не нашли например и пошли типа ретейкать и причем у вас получается там это молодежная тема знаешь мне кажется это реально типа вот именно полупрошная система то есть они на праках берут берут с какими-то в пабликах чуваками катают катают в их в их реальности это существует это возможность в реальности про дивизиона тир-1 команд большинство коллективов понимает что это не особо осмысленно они обычно что делают они типа у них четыре на четыре условно говоря крыша лкать все-таки умер там на по предыдущему существует тир-1 команд они просто пускают одного чела если у него плюс-минус прикольная позиция и тупо дают его если он делает свои киллы словно говоря там 2 размен 2 на 1 делает или какой-то другой позитивный размен или под этот размен они могут соответственно сыграть под этот фокус то они продолжают атаку в ретейке а если нет то если он просто умирает а то что произошло с апсионами так и выглядит да типа один умер 2 умер 3 умер и так далее то они просто отказываются от этого ретейка и уходят и поэтому они занимают позицию под то чтобы иметь возможность уйти а не под то чтобы ринуть в атаку всеми поэтому ну типа продаешь 1 сейвишь 3 девайса идеально просто что может быть лучше в этом мире потому что 3 девайса более чем не способны взять раунд до времени у нас в DLC снова забрали боя причем описал его тупо отдали вообще на халяву я не знаю что в голове у молодежи этой но киаши мы явно не направляют правильную сторону ребята в правильную сторону мне нравится то что они попытались в этом раунде поджать максимально а планеты поджать там коннектор и так далее вся проблема в том что в такой ситуации которая не создали обычно оставляешь этого человека на б-планте который будет тебя заниматься чекингом и тут как бы был парниша который там на балконе но факты с цифактом что он не сделал вообще ничего для того чтобы противник хоть немножко остановился и лдлс и тупо в раше взяли поставили бомбу и посмотри epsilon оказывается не хотят делать ретейк ого ого научились но вся проблема в том что они все равно теряют девайсы да все равно отлетает вообще забавно то что алекс именно конкретно так называется с учетом того что они реально нитнейм мы видим справа снизу нормальный а в киллфиде 1738 плюс плюс лдлс я не знаю что это значит но 18 ноября в 1738 году был венский мир между австрией францией австрия передавала испанским борьбоном неополи сицилию получая земель в италии вот может быть это имеет конечно имеет визу ты считаешь что он по стиле наверно тоже так то он британец вроде как поэтому я не должна трогать история согласен а мало ли он типа за своих пацанов 35 тем самым временем и дал лдлс и вполне себе делают вид то что здесь все для них довольно просто и так получается кстати говоря псилон не получается в защите соответственно укрепление бы план то мы видим довольно серьезная рис получает в почку но отвечает сразу моментально на крушело и крушело не получается в итоге на плент топе дальше ребята из команды лдлс и при этом а плент не укреплен потому что укреплен был бы плент команды и псилон хотя здесь есть blame и если его не пройдут то с чем-то можно будет работать кашина бывает у манека тайну там ответил блин конечно алекса тоже забрал но мы все равно ставится и псилон в общем не получается у ребят подожди подожди надо идти вот и сейчас они точно пойдут потому что это псилон да мы уже видели их решение и не можем понять то что сериал просто придет и старается расстрелять опять же здесь ретейк практически безошибочный что-то явно неправильно сделали два парня с этой сайда это встали оба под одну точку банка то есть они не хватило немножко координации это наигрывается что называется определенное количество времени не было друг подруга типа чувак ты давай идешь баранки и вот-вот оказалось вот этот логан слой но они оказали совершенно не в теме мало того оба из них не смотрели нормально смог и таким образом получил ну то есть опять же да вот эта тема под названием стена смока то есть ты просто считаешь то что если их не бежит смог на на самом деле это не так и так получилось то что парни не до контроля до конца и сам и здесь в этом плане вроде как и прав но просто то что на смысле прав полностью вероятно просто что стоит добавить они вообще очень странно встали на самом деле то есть они как бы оба смотрели но бы не смотрели это очень странная ситуация как бы ответственность вроде есть но никто не ответственен короче говоря вот так получилось обычно такие вещи у каких-то новых игроков например происходят друзья кстати напомню то что это наши каналы отвечает то что мы имеем полноправную возможность вас всех банить за спойлеринг потому что опять же надо уважать друг друга вот и бана будут смысл они уже сделаны по нескольким чувакам поэтому будьте добры уважать друг друга и если вы хотите смотреть счет заранее на всяких местах то это ваше личное дело другие тоже могут делать поэтому лучше просто начинать с этим дабы не быть забаненными крышу тем временем дает размен один-на-один очень очень своеобразное вообще решение я честно говоря это такие вещи я видел только от бати фауна потому что опять же от бати фауна никто ничего такого не ожидает на такой типов соляной бежит когда-то там выносит амана пакет опять же защита просто я не знаю что я нет по поводу крошелла вот стоит добавить то что не просто там то что он например не fall in и так не стоит делать а просто дело в том что делает только это конкретно из того что мы видим но возможно плюс что-то еще просто бросать в глаза конкретно эта позиция то есть это чисто туалет и там чисто всегда крошелла он всегда чисто постоянно поджимает все это карта сейчас нам посмотрите заше если ты пик и писал то собственно это господи все утешный да удел беста фанжер айтар беста ложь да да они там снюка банны начались и так далее и так далее в общем кинули короче гросси карты и оставили в итоге вот по поводу крошелла опять же вот такая вот история то есть если просто говорить о том что сейчас все он происходит довольно часто как я понимаю ребята исполняют что-то какую-то одну тактику типа они и придерживаются нас была тактика мы и придерживались видимо как я понимаю в нескольких ролях то есть не обязательно только крошел может быть кто-то еще просто он я его замечаю постоянно у крошелла типа идея вся в том что он у них опытный фагер может быть парни играют типа полумение было более более-менее пассивно сейчас у крошел один скинов он типа должен быть ведущим команды и он явно и минуту всем ндп и раб пароли свои игровой ими является и поэтому соответственно мы и видим его поставим в центре жизни на его видим на обрывающихся позиции потому что парнишка торговый команды и возможность соответственно брать раунд в большинстве но сожалению просто не особо работает ну опять потому что это должно работать вообще не поддерживает по-другому это важно работать на ранних таймингах например на шарах каких-нибудь и потом отходить назад допустим на вопросе позиционки то есть вот это все окей но пикнул на проиграл там 11 кран этого размера но не страшно да не крушел она просто другом что остальные парни и это правда странно потому что ну не то чтобы тут играют прям совершенно нечемные ребята вполне все умеют лдлс но вот именно тир 2 и на тир 3 уровня особенно для уровня удалось и смотрится реально очень хорошо потому что опять же да для того чтобы играть на тир 3 уровне тебе не нужно в принципе в общем и целом иметь какую-то хорошую координацию очень хорошие там капитана вот этого всего а в лдлс как раз этим проблемы после ухода existence команды просто больше нету есть просто 5 человек которые круто стреляют а идея исполнения но такое ну типа у них достаточно топорненько и это может заметить особенно в играх против сильных команд против которых они в общем и целом почти перестали да никуда не выходят и засел про лиги вылетели естественно на ланы тоже ездят только вот такого уровня и так далее это нужно ощущать это нужно понимать для того чтобы опять же поднимать чем разница между терять чем такое короче говоря из того что я лично вижу у обоих коллектива пока что не всегда получается точнее или почти не получается как обычно кстати какие-то гибридные вещи такие сложные комплексные то есть если не это то путь вот туда как вот схемочка такая да большая паутинка типа то есть гораздо проще что одному крючево что 2 по поводу команды и псилон здесь вообще кучу проблем оказывается потому что так то на самом деле вообще бог его знает это всего лишь 12 раундов ты первый раз споришь на эту команду но смысле именно в этом составе что я помню и псилонов еще когда он не был составляет да это другой состав вот так у нас заход от логана и компания на афлент тут парень пытается еще и тойну принять крючево вот вот как бы и начинает сам сзади парень заходит как раз таки вот он обязан сейчас закрывать крючево совершенно полный не знаю почему апсы продинамили этот парень я думаю что хуже чем на шапсе не бывает ничего в этом мире на самом деле кэшнировлю друзей не воспринимаете серьезно не настолько плохие у нас хорошие тем временем не менее ласков нет он убивает и 2 но как же вы фигово расплачируйте постоянно уже вторая ситуация на планте где лодился поставили бомбу ситуация 4 в 3 там 3 в 3 здесь 12 вообще и они просто не понимают что происходит какие-то и отлетели реально причем то есть позиция одна другой очень сильно зависимо если отлетает один второму сразу неудобно при этом если отлетает тот кто может двигаться то втором совсем плохо нет не двигаться вообще здесь мы сами да не открываться на парня и жалко что не было реплея я не понимаю то что увидели а там логан короче насталял делал сено всем но не справились целом забавный раунд смысле не серьезно прям забавные раунды для меня по крайней мере после тех турниров которые были и терпи от фрэй опаньки заход это монако он с этим вот что что но монако очень отработанный хорошая им именно на планте я не знаю почему так получается но на на лучшее сейчас опыт у команды лодился больших песков просто парень выходит дает кио и противники общая ничего делать не могут были равны в которых он делал два опынкила без каких-либо ответов когда он делал по 3 опыта и так далее короче молодец парень явно виден уровень опять же мы помним то что монако это вот у века два человека которые играли свое время с ангарасом в команде мисвиц и в принципе но достаточно молодые успевшие при этом всем уже путешествовать по америке естественно уехать из собственного региона вернуться еще и обратно не знаю зачем они это правда с собой сделали потому что 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 но вот возвращаться в французскому контр-страке не хочешь никогда потому что французскому контр-страке сейчас большая большая дыра грушила остался и ублайма но тут понятно да тут такое надо забирать его поисовите а в.п. а братья а в.п. а в.п. перед тобой лежит пожалуйста забери братик заберя фп подожди он вот когда машина заберет а в.п. или не заберет дело в том что я даже не знаю можно было бы сказать да конечно но здесь нельзя сказать да конечно вроде должен подожди так ладно это 8 лил делся не выигрывает первых половинок ну-ка да подожди ну просто ему должны напомнить его тиммейте они должны мускать чувак заберял п.п. а так окей первая половина выигранная команда л.д.л.с. абсолютно будут пытаться бороться в оставшиеся раунды какой рюкзак прикольный цветастый какой-то там школьник который прошел мимо вот да короче я поставил конечно л.д.л.с. просто потому что коллектив явно много лучше готов к исполнению нормальном уровне да то есть они кроме этого видишь даже тренер есть есть парни которые там готовы что-то рассказать и на мой взгляд они максимально сконцентрированы это прям видно а вот эти вот парни из описал она не ощущается как-то совершенно не едино мало того них у киашим и даже футболки нет вот он не зачала футболки сразу минус моралька минус соответственно дисциплина ну и зачем так вообще жить я поехал на турич ну будь добр ты же смысле у тебя на клинфиде ты тоже слышишь эту музыку ведь правильно да но я вырубил я щипе звук смотри я не вырублю потому что почему именно вот такой музыкальный сет был выбран смысле он напоминает мне на самом деле саундтрек из начала типа самый самое начало саундтрека из начала но я помню не напоминает вот все что угодно из гадов вора последнего напоминает драматически просто не играл в года поэтому кстати хорошая штука я буду даже посоветовать у треканы на полном серьезе прям ужасно похож те же самые аккорды те же самые вот эти скрипки скрип очки низкие тут просто как будто такой супер драматичный момент все прям черт возьми вот это 58 только не 58 ну ладно чё там юмпику ребят так стоп 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 в underpass спускается в курсе кстати поменял позицию тоже гораздо не слава богу причем они посмотри теперь они играют 4b плюс один ребенок банане вот видишь как насколько они пытаются экспериментировать казалось быстро раунд уже пора бы давным-давно но в конце концов и крушу ну я не знаю но зачем вот эти открытые позиции в начале раунда вот этот вот нереальный геймплей формата аркада и формата ну давай пойдем постреляемся на мужика как бы кто выиграл кто перестрелял другого тот и выиграл но я не знаю мне это вообще непонятно насколько настолько насколько это возможно то есть ты уже доказал за эти 14 сыгранных 14 сыгранных раундов и 14 который сейчас идет эпсилоны уже все всем доказали они все все поняли что типа они не перестреливают противника ldlc явно лучше стреляют это как бы ясно даже медведю вот но к сожалению к моему большому эпсилоны почему-то все равно хотят играть еще и то что у них есть кт сайт вот вот например вот так вот да блэйм все сделал грамотно просто парень тупо стоял его не дочекали противника ошибся ты на этой ошибке сыграл получил себе плюс проблема в том что твои тиммейты правда плюс никакие не получили погибали но ничего страшного сериал тем временем заезжать с эзешкой с эзешкой он скорее всего будет делать потом мимо одного килла второго соответственно уже нет и блэйм останется один как раз таки сейвить свою коллаж короче парни по моему должны просто попытаться переиграть противника на какой-то хитрости и они вроде застакались на был словно говоря так используется стак до конца вместо этого начать отдавать людей еще до захода на плент противника и как бы ну если ты перестрелил в салат противника то было понятно что ты не можешь вообще в общем если вкратце здесь подвести скажем так то что дмитрий имеет виду то если бы вы чисто как бы таким пострелять или им составом бы были тогда даже если у вас были бы проблемы да по тактикам каким-то или по позиционке вы возможно вы перестреливали например и брали бы за счет этого раунда душа контрастрах еще позволяет а так как вот что-то не того не сегодня типа не позиции не стрельбы этого получается как получается другой стороны epsilon вроде пятерку уже взяли то есть вроде не так плохо нам кстати повтор показывают 1738 скрывая 10 лица а еще в 1738 году был патент о барщине в чехии например вот устанавливал размер урочный барщи может быть это тоже важно я до сих пор не понимаю почему 1738 вообще так вот да во 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 все вот она вот она музыка вот почему 1738 он жил так долго как мог но крушел не справился против него он не смог нет это это я не успел попрощаться это просто топ музыка я не знаю почему мне такой выбор но спасибо продакшен сейчас буду плакать пожалуйста перестань ой нет на самом деле даже пожалуйста продался и сушь хорошо получилось да так вот 5 9 что там у нас последний рампер и половина но мне вот это хорошо сейчас было настроение поднялось но надо типа сейчас постараться солнцем как 5 раундов принципе их устроить я уверен но было бы неплохо и шестерочку взять бы было бы сочно после при теле зачек или бананчик алекса думает о том что может быть пуститься в коннектор типа зачек и все это дело кстати вот это тоже привычка постоянно свапать оружие она у молодежи еще больше тем временем как раз таки алекс дает 2 кила 17 38 вылетает дальше на 10 5 и скорее всего эту вин на оверпассе вот не знаю как у них дальше пойдет по поводу следующих там к так напомню что нас начинают начинают с бестов 1 потом продолжается бестов 3 а украина в финал бестов 5 на команда металла начнет сетка и все это называется и я не цел про европе чемпион на самом деле на мой взгляд реально крутая штука в плане мне вот нравится такие вещи вообще в смысле всегда нравились такие вещи нравятся такие вещи хотелось бы вот в снг например такого видеть типа вообще постоянно ну по крайней мере в двух столицах да там москва петербург примеру типа вообще так не в питере то в курсе что на 10 кибердеревню вроде будут строить да я вроде говорил я что это значит вроде всем уши про что означает кибердеревня смысле киберспортивную прям целый целую площадку огроменную с буткэмпами с ареной что ли это где то ли рядом с лахта центром то ли нет я вот сейчас не вспомню просто такие планы где-то были можно я бы на этом на цифкабеле пистолет как стать вторая очень важно самом деле да и опять же ты видишь да не ну то есть все все по дефолту опять же экономика старая потому что и поэтому у нас классический кобай с первыми арморами заход короче на п-план поставить бомбу то есть то я не знаю делился короче повторяет историю псилонов типа пацана давайте сыграем из-под ритейка давайте и мы все прекрасно понимаем почему это все придет он поставлен а пока никто никого не убирать дело в том что и он господи да да и матки ашим это такая жесть я понимаю что он не профессиональный игрок как бы все в порядке кому даже не стример типа как вот можно приходить на ланыч таки моим вот этот ритейк случится только потому что те же выборку сделала не надо если бы перестал то и в принципе мы видим шоссе рил еще старается вот так показывать все еще куба им два брата акробата монах доводовок красавчики но это не поможет не бывает будет падать и умирать здесь без шансов вообще шарил будет выживать то есть армор тебя сохранит даки внезапно не справился но зато справился шурел но и вообще типа вокруг бомбы там побегали потанцевали нормально все и что там до 2 к 2000 станет тоже денежка есть поэтому ребят сразу просить вот этот повтор реально вот не получилось в прям вообще не получилось хотя бы вроде все в упоре было не знаю сложно сложно может быть хотел найти голову да не вышло с другой стороны были в таком случае наверное летели бы в тело короче очень сложный вопрос очень хорошая хаешка зато от команды ldlc здесь уже без вопросов маник скорее всего закроет команды псалон сзади когда зайдет если должен мысли если успеет вообще логан отвечает оппонент не сразу получается вообще кстати получается ничего не получается на этом форсию команды ldlc то она тоже упадет как я понимаю только чуть покойки но мини переворот это псилонов опять же ldlc мне кажется сами это заслужили сами себе это завезли но и псалонцы молодцы когда у тебя есть значит дух команды которая старается до конца там кроме этого чё еще приезжать в польше он типа ты не особо хочешь приезжать в польше в октябре и не бороться там потому что ну больше не то чтобы самое классное по погодке и той но давай братан тут что у нас по мухе на дальних станциях не получается никому отрезать голову хотелось бы и это 6 7 10 и следующем раунде у стеснял делался не будет денег что означает что мы увидим не только 7 10 ночью и 8 10 лет мини камбаку на пусть прописки да он здесь потихоньку берут раунды тайна сохранить свою скауточку так 7 7 есть на самом деле здесь действительно в каком смысле пистолетки данном случае уж точно очень многое зависело это что швырил каким-то образом там последнего игрока опять же с ним потанцевала круг бомбы как оказывается мы смотрим что важно короче говоря это все дело важно 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 так а можно пожалуйста экран потому что лица игроков от все хорошо но реально понятно понять бы где там куда чего вообще фонс или посему забегает его с канадой псилон более-менее спокойно то и нося открывается сурилу кушал отвечает алекса той нам анек остается вдвоем против троих молик есть смог есть и 2 смог есть статигая девятка значит надо закрыть наверное и уже даже ничего не надо делать и все равно игрует еще один раунд но осталось вот сейчас нам посмотреть на то холодился и будут сетапить the fans я думаю что сейчас обе команды начнет награть медленно потому что раунд важный раунд дающий естественно возможность сломать экономики не сам эти каналы в смысле подпилить еще два и крайне важно именно сыграть наверное вот просто по дефолту да то есть поставить условно говоря 11 11 там один-два-один или чем там вроде и просто с халдить халдить эпсилоном так и сами совершат какую-то ошибку и так оно и происходит потому что алекс решил сделать буст сыграл против кио кио сказался сильнее противника была эмка у него маг все равно кио вообще не получил никакого дэмэджа потому что его не смогли спалить то есть тайминги были настолько хорошие потому что спаун был топовый он успел пробраться до болота и соответственно болоте оказался быстрее чем его противник алекс из-за этого даже не успел увидеть и даже не понял где-то находится амана к тем временем хотя нам этого момент не показали но амана к уходит в глубь а панта это будет видимо ситуация в которой из раз припадет у дефенса 13 оставляя одного игрока моно к на панте в общем и целом они скорее всего проиграет этот раунд но зато засовет три девайса один из них сайперской винтов что конечно будет очень неплохим вливанием в следующий раунд и шансом и надеждой на то что они его возьмут на что новом анекса скрессинг задавит кстати уже идет перетяжка и уже три человека на плоти потому что монах чё-то слышал что-то понял и не знаю толкует инфу возможно просто их не видят все осознал и понеслась короче амана к умирает то и не стреляет в логан тоже сейчас погибнет шикарно что совершенно работа вот эпиза он полностью такое ощущение что командам в конкретной новую пассе намного удобнее играть на атаки что странно но один как бы по-другому работа немножко по-другому хотя там не то чтобы особо большая разница в среднем по больнице с точки зрения половин но некоторые тир-1 корректива амана здесь по таймингу вот здесь не сработано было в том плане что не то что не сработано реально не угадал немножко развернулся и был уже мертвые даты стенка повернулся возможно от слышки возможно услышал как бы забег то что ему вроде и сзади начинают забегать вообще со всех сторон в общем не вышло если бы принимал этот банан возможно было бы по-другому но не получилось 9 10 на таки счет и да да и опять же по поводу overpass и конкретно здесь дмитрий действительно больше прав почему-то защита просто супер мягкая во многих случаях позиции некоторые опорные вообще не держатся в связках очень тяжело работать многих игроков вот из этих десятерых вообще не получается или почти не получается то есть всем игроков из 10 в связках вообще не играет но в паре например тимплей на каких-нибудь и что-то такое то есть но тут свои правила как я понимаю поэтому окей смотрим дальше 4 чашки 3 чашки 3 чашки дигал и м4 а4 в 2 2 к и это все что есть у команды лодился мы можем только обнять двв и сказать ему что все будет хорошо понадеяться что он сможет все таки хоть как-то отдалить с падения душевой так нет не поможет ну что ж друзья это 10 раунд для epsilon и вот они уже сравняли счет интересно интересно потому что ну опять же если сейчас лдился конечно не лизует свой чашки без армады за крайне сомнительно потому что это будет логан пришел сделал даль на дальний центр этот шот при помощи снегла пришел аманек добавил немножко буквально не хватает сейчас просто пары пуль для того чтобы убить всех алексионцев потому что они все супер просели 26 кп осталось и 20 укрушила и кешим и алекс вместе с логаном еще могут это поточить мало того алекс забрал калаш что-то по патронам у него не увидел честно говоря но не важно даже вода у патру патрон там 20 короче все будет окей алекс зря тупо халдит на классической точке потому что его 100 пудов там будет прочекать но как же сейчас трясутся ручки в апселонцев просто посмотрите на это 26 секунд рано или поздно придется выйти ты знаешь что противник точно где-то находится его сейчас зачекаешь оп и 2 ой 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 как красивенько алекс молодец короче просто ну не только алекс на самом деле там вот каждый чувак который имел у себя чешку да то есть получается один у них парень умер по моему амонек умер у нас или двдвк неважно умер до 2 умер на душевой все остальные у них кто имел чешки или деглы все нанесли дэмэдж то есть не было ни одного человека который не внес в этом раунде какого либо импакта и именно поэтому на лохп остались 20 последних ходит солнцев и таким образом так что там много по 4 класса у команды псилон в ответ опять же вы пыли в кремке тоже есть дописки ты еще есть команда лодился 9 11 счет как бы либо в камбачную звоним либо нет сейчас будем смотреть что на плате уже начинается движение шарил понимает что возможно в туалетах кто-то может быть уходишь куда закидывает пугает итоге человека которые бросаете самые туалеты на данный момент времени отходит уже глубоко в аплайн таким образом необходимо было работать команде dlc против кружева например в свое время но ленились или бог его знает в любом случае у них пока счет больше вот но я так и еще не была произведена потому что и псилон не хотели бы ошибаться на информацию получить тоже очень тяжело где находится оппоненты где их меньше еще надо учитывать то что нельзя конечно атаковать против пистолетов на лонг всеми в пятером широта широта возможностей при девайсном раунде особенно против раундов которому противник вообще никаких раскидок она соответственно должна использоваться и выходить из узкой бутылочный горлышко у горлышко полученного нельзя дать хорошему конечно с тем временем у нас четвером остались а молодец жил я максимально ой 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 какая атака от алекса как же у плотно сейчас просто людей шьет и псонцы начинают умирать ним другим тут просто перестреливают лдлc псилон тупо не хотят ничего раскидывать им просто плевать такое ощущение все они решили то что раскидки намного менее действия нежели оооо боже можешь можешь мои же охоо он выжил еще и все равно умрет ну окей но я имею И вот предыдущий маневр, когда Кио ставит бомбу, фейкует, выходит сразу же и стреляет чисто на голову, это было круто. То есть, понятное дело, что это настрельная позиция, понятное дело, что это дефолт, но ты, по будущему пацану, просто такие плюшки вешаешь просто красавчик. Алекс, таким же образом здесь, на самом деле, выходил. Тоже что-то сходу на стрейфе, прям в жбан прилетает. Выглядит это довольно интересно, как танец с мечами какой-то. И вот, да, по поводу выхода один на один. Что-то как-то вот оно такое. Все очень скромное, нежное, медленное, хрупкое. И, опять же, про тимплей я уже говорил. То есть, типа, 7 из 10 всех игроков на сервере не играют вместе. Видимо, здесь были как раз из того списка из семерых, восьмерых, я не знаю. Наверное, да? Я сразу беру траунд, и 9-12. И камбэк опять откладывается от псалона, если он вообще имеет место быть. То есть, непонятно, будет он, не будет, бог его знает. Есть люркеры у них под Б, уже на болоте был, уже прям на шарте. Вот, уже готов, наверное, кио заходить. Вопрос стрельба бы не подвела, было бы совсем, наверное, здорово. Три человека на Б планете, причем все снизу. Более того, то есть, на девятке нет никого, например. Алекса вообще никуда будет уходить, если его будут атаковать. И, возможно, Эпсилон продолжит играть так же, как и в прошлый раунд. То есть, если будет один килл где-то, то тогда можно думать, куда идти. Да. Ну и Тойна сейчас вот ворвется просто жестко с ВПшечкой. Прямо дабла в туалетах. Это сетап, который может сыграть, на самом деле. Оп! Ну, господи, прям перевел, перевел Тойна. Бывает, такое случается, на самом деле. Но я давно уже не видел, чтобы люди... Вот я вижу регулярно, что люди не доводят, потому что, опять же, пытаются быстро выстрелить. Потому что понимаете, что игра идет на миллисекунды. Но здесь он, конечно, просто перевелся. Это уже жестко. Аманек, тем временем, 24 хп. Причем противник дал ему перевестись, да? Так, Аманек. Что вообще происходит? Почему? Почему-то так весело здесь дают играть. Тем временем, все-таки его закрыл. Крышил молотов на Алекса. Ну, наконец-таки, молики полетели какие-то. Невероятно. Они реально зонят оппонентов и используются тем, что у них есть, в принципе, гранаты. И это хорошо. Тем временем, ДВД-Век тоже падает. Алекс вместе с Логаном должны идти сейвить. Вариантов там другого не просматривается. Двидесятый раунд для Эпсилона. Я поздравляю всех, кто поставил на Total. На OverTotal. Да, потому что очень скоро этот OverTotal будет. Будет, в принципе. Я только не знаю, какой здесь. Смотря на каких ресурсов, конечно, на космос. А вот это 26,6. Сейчас я ошибаюсь, конечно. По-моему, это уже 26,26, и 5,7. Ну, вроде, да. Да, по-моему, это вроде прав. В любом случае, десятка для Эпсилон. То есть, ЛДЛС они не отпускают далеко. Соответственно, ЛДЛС здесь на рынке получает очень мало денег. А, нет, стоп. Это 25,5. 26,5 — это 16,11. Это следующее, да, еще. Вот, видишь, вот так вот. Поэтому я что-то и засомневался. Сейчас мне парни скажут наверняка. В чате, что, типа, я какой-нибудь там псих и ненормальный вообще, и больной. В смысле, просто так скажут, или как бы в контексте как? В смысле, в контексте того, что я неправильно посчитал. Но такое бывает, это утро все-таки. Я, на самом деле, на тоталы... Ну, в том плане, то, что тоталы — это одна из самых интересных, наверное, ставок, которые может быть. Господи, вот эта музыка добавляет драматичности. Самое интересное — это ставить на то, кто там, типа, сколько гранат кинут, например. Или ХЕ-шка залетит ли кому-нибудь на, там, типа, 50 хп. Я такое редко вижу, если такое вообще есть. Ну, такое есть, просто ты непрошаренный пост. Непрошаренный, скорее всего, да. Типа, ставка на Зевса, например, есть. Нет, это... Скорит ли кто-нибудь в этой карте. Нормас, нормас. Ну вот, и, короче говоря... Че, Лара Крофт? Ну, симс-лайк это, кстати говоря. О, типоти, да. Ну, пару килограммчиков я бы, конечно, там подобрал, но ничего страшного. Все равно лапошная. Лапошная, согласен, да. Интересно получается. Тоже Counter-Strike смотрит. Здорово, хорошо, красиво. Ничего себе! Кстати, если ты тоже об этом, я не уверен. Нет, я не об этом. Хорошо, хорошо. Но там тоже что-то ничоси. Да, там было что-то ничоси. Да, я просто так сейчас заметил, ничоси-ничоси. Очень нравится. Ты по поводу смысле банок, что ли? Да. А, не, я давно заметил, что парень подкачанный. Ну, прям... Ты признаешь меня. Да. Я не фанат, кстати, качков, если... Кого-то интересует. Ну, таких парней реально мало в киберспорте, я ничего не скажу. Причем он немножко напоминает Сизды. Вот, внешность. Но фрикозоид я вот только единственный, о кого вспомнил. Нет, я не про качевость, а в смысле про лицо. У чувака реально похоже на Сизды. Вот, а качевость, да, в уровне фрикозоида. Ну, фрикозоид немного более еще... Он более высокий, типа, и жилистый, поэтому... Рифленый, да, товарищ. Рифленый товарищ. Ладно. Что тут? Вроде люди собрались. Всех возрастов из того, что я вижу. Как бы и такие, и всякие есть. Очень нравится с точки зрения продакшена. Довольно читаемый задник над каждым игроком. Ну, вообще сзади каждого игрока с точки зрения закупа. Я, кстати, не думаю, что в зале это реально видно. Типа, ты вот приставь, если сидеть, соответственно, не в первом ряду, а условно говоря, на пятом число. Ну, хотя бы в центре зала. Я уверен, что они нечитабельны вообще. И типа, ну, то есть для нас с вами нормально смотрится, потому что мы на камере сидим и смотрим. Это все окей. А так я уверен, что там тяжеловато, потому что у тебя они такие исполнены форматом АТО, плюс там информация вся маленькими цифрами подана. Ну, вот сейчас можно посмотреть, как это выглядит для человека среднего ряда. Я не знаю, что они там видят. Ну, в девайсе видно, да? В девайсе видно, да-да-да. А вот по деньгам, что там, еще что-то. Вот полоска хп, наверное, видна. Вторая полоска, это полоска маны или что это вообще? Армор. А не армор. Полоска маны. Я на самом деле вообще не могу вспомнить. Синяя мана. Знаешь, красная бью, зеленая хили. Да, я понял. И вот пять человек готовы балран делать. Я тебя понял. Найс. Найс вообще. Да, по поводу камер, ты действительно правильно заметил, потому что камеры тут, телеобъективы же вон он назад отдаляется, типа на широкоугольность. И поэтому она немножко, типа перспективы по-другому делает, поэтому с камер даже видно. То есть это все еще меньше имеется в виду. Вот я к чему клоняю. На самом деле вживую. Должно быть. Даже не так, как на камерах сейчас. Вот Кио здесь начинает затирать. Интересные вещи. Значит, не знаю, почему такая долгая пауза, кстати, между... А, это, стоп, это пауза официальная. Да, у них такой длины. Техническая? Это двойная, может, пауза? Техническая, да бог его знает. Потому что технические люди не разговаривают техническую. Ну, вроде да. Официозного, в самом случае. А, может, он типа что-то объясняет по поводу техники админа? Может быть, может быть. Если кто-то на полном серьезе воспринял, то, что я типа не рофлю по поводу мана, серьезно. Все в порядке. Алло. Алло, друзья. Пойдите, умойтесь, пожалуйста. Это очень странно, с вашей стороны. О, боже. Не, ну, сиди целено. Читик, нельзя, 2Х в 18-ом. Ой. Ну, ты просто... Ну, ты понял, что все в скорости? Че? Ты, говорит, ты видишь, большие любители РПГ, они вот, ну, меньше, может, любители РПГ. В смысле, любители РПГ. Я любитель самой грязной игры в мире. Самым большим призовым фондом. А, ну, конечно. Ой, все, самые большие призовые из Техаса. Вот это все. Поехали, я тебя понял, Луки. Да, 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 да. На боблайн сразу забег. Ой, 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 ой. Как же они плохо сыграли с этим моликом. Это просто дичь. Опять вот эта вот, знаешь, формация под названием... Ну, если мы молотов положили, на него же никто не пойдет. Ну, типа, это же идиотизм какой-то. Ну, к сожалению, E7 пошли и молодцы. Очень быстро прорвали фронт. ЛБЛС, соответственно, сейчас должны отдавать вот раунды. Не идите на ретейк, пацаны, не идите на ретейк. Не надо, оно вам, оно, это бессмысленно. Совершенно главное, не теряйтесь, девайтесь, просто сохраните. Ну, сохраните, ну, зачем вы туда лезете? Ну, не надо, оно вас сожрет. Просто уйдите. Просто тупо уйдите и сейвите совершенно спокойно эмку вместе с двумя арканами. Ну, вот зачем, ну, что с тобой? Ну, тебя вот сейчас уже могли убить его. Из-за ВП причем, на дальней дистанции. У него шансов было крайне мало. Просто, ну, крышу, слажал там немного. Бывает, случается. Вот, даже не из-за ВП, за дальней дистанции там с Калаша. Слушай, они все здесь пересобрались, смотри. Мне сейчас интересно, кто из LDL-C еще отлетит. Если отлетит, потому что вот они жду, жду, жду. А, они собрались в эту самую. В ящерку, я понял. С подсадками, хорошо. Не, вроде никто не отлетит. Никто никого не подпустили. Лады, лады. Лады. Ээ, куда персики, ну, куда персики-то убрал? Ну, что ты за человек такой? Ну, серьезно, персики парень пришел, унес? Ну, или я блогены исполнил? Ну, совёт в них четы. Ты не знал, что персики четы? Это персичитые. 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 Ну ладно, погнали. Сейчас будет дефаться. Да, у нас дабл поджим болота. Вот это новости. Нам, правда, их не показывают, потому что всем плевать, что там дабл поджим болота. Интересно посмотреть на чувака, который на малых пусках целью обороняется. Потому что его тиммейты, конечно же, не смогут ему помочь. Алекс пришел, убил одного. Вот, на размене сразу же сыграл Крушел. Кеша ему убивает Аманек, остается за ДВДВ. ДВДВ последний, да. Интересный здесь момент получился то, что карусель. От ним пошли поджимать болота, а вторые сразу через шорт таким же образом побежали. В итоге на бопланете никого, например, вообще нет. То есть, в этом плане отделался либо по таймингу не угадали, либо по таймингу не угадали. Ну, у них была идея, окей, да? То есть, почему бы ее не исполнить? Просто это надо было наперерез делать, а не вне тайминга, когда уже поезд команды и псилоны шел. И вот, наверное, где-то... Да, где-то оппонента с ножом, нормально, плюс деньги, все здорово, клево, будет уходить. Фил престижа, почку не получил. Преследовать его никто не будет. 12-12 еще становится. Да, и вот такой, как это оверпасс. Забавный. Игроки, команды вообще, действительно, на атаке. Они не то, что лучше играет на атаке, просто защита вообще, типа, не держит ничего. Получается, что так. Мне кажется, они не понимают, что происходит, честно говоря. То есть, они пытаются сетапить дабл по джем болота. Они пытаются, типа, ставить, ну, в смысле, откидываться ранними моликами. То есть, все делают нормально, но и псилоны просто тупо быстрее перестреливают оппонента. Я не знаю, буквально еще вот там, на первой половине я был уверен, что LDLC закроют это совершенно спокойно, но сейчас мы видим, что реально атака у псилоны оказывается достаточно неплохая. Ну, иначе бы команда не выходили на этот оверпас, да, надо учитывать, что это все-таки. О, кстати, крокодил. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Маник, видимо, тоже. Я не крокожу, крокодил. Я прям вспоминаю замечательную, наверное, замечательную песню из детства, из мультика. Где-то я на солнышке лежу, чего лежу и гляжу. Правда, там был, по-моему, и лев, и черепаха. Да, а не крокодил. А не крокодил и кто-нибудь еще. Ну, пускай у нас будет крокодил кто-нибудь еще. Крокодил и витаминки С. Давай так. Так вот. Не-е-е-ет. Почему? За что? Все, Аманек просто на стиле приехал. Забрал его калаш и, короче, псилоны этот раунд проиграют. Хотя, дождите, сейчас. Пока не читаются жесть как. То есть их просто должны расстреливать. И расстреливать тоже неплохо было бы вот этих апсов, которые явно в КС первый раз открыли все. Вереник пришел вместе с плеймом. Отстанься вдвоем. Типа против 4 игроков. Четыре! Господи Иисусе, как же это было близко на самом деле. Но крышу из-за того, что волнуется, немножко двинулся. Из-за этого стэс не попал. И плейм остался один. Можно, кстати, подождать, когда закончится время, убить его после окончания времени. Но главное не потерять девайс, все остальное не важно. Пытается плейм отойти. Вот открываться не стоит. Это хороший шо? Да, это хороший ваннтаб. Но не надо, но не надо, не надо было. Вот, вот зачем? Зачем? Лицо формата зачем? Да, но на самом деле это из товарищеском андела DLC. Он, наверное, спрашивал своего, зачем они так делают? Брат, зачем? Я не понимаю, зачем они так делают. Но мы тоже, кстати, не понимаем. Денег нет от того, кто ответил. Это блейм получается. Пожалуйста, покажите нам Одни делают модную вставку. Точно. Ооо мой бог! Вот это сильно... Тататататат. Лепроподы. Я рад, потому что они используют такие модные фишки, вопрос только в том, что тайминги не идеальные. Но ничего страшного, мы все равно в раунде ничего не пропустили, хотя могли. Если взять предыдущие раунды, где Epsilon rush или B два раунда подряд, то мы могли бы реально пропустить всю развеску раунда в самом начале. Но, слава богу, что это раунд медленный, в котором NLDL слишком пытается играть позиционно. Epsilon, соответственно, сейчас сохранили очень много этого раунда, целых три молика, четыре смока, этого хватит, чтобы любую вообще столицу миру закидать и, соответственно, никому не дать дышать. Так, ну что, атака на B-Plant от команды Epsilon, вроде как, готовится может быть. Да, и бомбы, кстати, тоже есть, гибриспортивный пояс проехал, это знак к атаке. Все, давайте, давайте мы идем, давайте, они идут нормально, все именно так. Так, ДВДВК снимает одного, Фрейсанда отвечает на ДВДВК, еще взрывает Логана. Алекс, конечно, на болотце вниз падает на песочке, убивает Фрейг, кстати, хорошая позиция здесь. Его пытаются моликами закрывать, вообще-то закрывает, он в итоге встает в тупый угол, хотя здесь есть смок. Этот смок даже позволил Баликсу немножко пожить, вероятно, в итоге Киаш ему убивает. Зачем? Ну, господи, слушай. Причем этот момент мы видели еще и на первой половине, ровно такой же, такая же ситуация. Парень стоит у смока, начинает зачем-то пушить боком бочки. К этому моменту противник на Т стороне уже занял бочки и тупо его отстреливает, потому что защитник... Надо было постоять, да. И эту тему мы увидели ровно такую же в исполнении от Апселонов. То есть, я понимаю, да, конечно, что на чужих ошибках очень сложно. Но, по сути, это просто супер-зеркальные раунды и супер-зеркальные микро-действия от обеих коллективов. Сейчас от обеих коллективов и микро-ошибки. Опа! Амане чуть немножко запокатил в себя смоку. Благо, все равно постоит у него, подумает о жизни своей. Ну, и ЛДЛС, кстати, форсит, это важный момент, потому что я, честно говоря, не уверен в решении данном. С одной стороны, как бы, форсит это весело, а с другой стороны, если ты форсуешь, то ты отдаешь эти четырнадцатые пятнадцатые, что означает, что ты, соответственно, отдаешь противнику уже выйти как минимум на ничью. И у меня есть подозрение, что решение, честно говоря, с что-то белыми нитками, потому что, ну, такое. Можно было бы сейчас задать, условно говоря, четырнадцатую на следующем раунде с полноценными девайсами. По-моему, была ошибка, короче. Сейчас он начинает оправдываться. А, ну да, и самое интересное, что они и экономику, то и все равно не убьют, если выиграют раунд, то есть особой разницы до них не будет. Ну, в общем, не знаю. Короче, это было такое себе. Мне кажется, парни то ли поспешили, то ли у них тренер там или ингейм-лидер такой вот, знаете, с выдумкой определенной. Вот, может быть, они тренировали этот раунд специальный и считали то, что если они удивят противника, то это будет круто. Но вместо этого они удивили только нас. Неординарным и не самым лучшим решением. Спорном. Это как минимум. Ну, забрались и отдевать. Сейчас можно еще будет сыграть и... Нет, нет. Доводовик остался. Доводовик, да, последний. У него чешка на руках. Кевлар есть. Все, что есть. Не флешка, не смейте. Ничего. Бума поставлена на Б. Возможно, Доводовик понимает, что где-то там вроде как бы есть трупы. И хотелось бы, наверное, что-то взять, если это было бы реально. Но дело в том, что Фрей вроде бы его ждет из того, что я вижу номер 4 на карте. Да, и вот Доводовик идет потенциально за девайсом. Но Фрейд теоретически его, наверное, убивает. Может быть... Нет, Фрейд ходит, кстати говоря. Вообще, эту ситуацию надо бы показать. Да, вот не надо нам плент. Спасибо большое. А то могли бы еще и опоздать, наверное. Даже не показать. В итоге, да, Калашин забирает. Будет отходить. Это 4 страна для команды Y. А вот по поводу DLC. Мне интересно, что там... По деньгам это важно. Две? Ага. А-а-а. Вот так, да? Ой, это вообще плохо. Хотя, то, что Калаш Доводовых забрал, большущий молодец. Можно смимикрировать на все деньги Херой Кейбай. Так называемый. Но только за КТ сторону. Так вот. И стать этим опорником с Калашом. Куда-то в самую важную артерию на карте в данном матчапе. Обычно это важная артерия. На самом деле, это где-то около андерпассов. Недалеко от банана, как бы. Но и недалеко от двери, например, да? Угу. Вот. И прикрыт с пистолетом, допустим. Вот, как вариант. Это драматичная музыка нам возвещает о том, что... Думаю, думают команды LDL-C. Как конкретно будут делать. Будут делать так, как я сейчас сказал. Пауза тактична. Хо-хо. Даже так. Даже так. Кстати, здесь получается половина английского языка. Как я понимаю, половина польского языка. На клинфиде из того, что по крайней мере видно. В том плане, что некоторые надписи вроде дублируются на английском. Эти... Вот эта надпись не дублируется на английском. Поэтому все еще пауза тактична, дорогие друзья. Ммм... Да. А твоя пауза тактична или нет? Да, моя пауза вообще всегда тактична. Прям... Ну, то есть, вот... Вот то, что надо. Три эликсира вон передо мной стоят. Хочешь ласточку бери, хочешь гром как бы. Вот. И поэтому... Да. Максимально тактично, короче говоря. Максимально. Ооо... Да. Короче, сложная игра получилась. То есть, мало того, что мы еще задержкой начали, да, получается, к этому моменту мы, в принципе, должны были уже подзаканчивать вторую карту. Но, к сожалению, не за все какие-то прогналания. Но, соответственно, только сейчас засмотреваем первую. И 14-13, ну, сами понимаете прекрасно, что... Заруба лютая. Но LDLC со своим решением, короче, спотхануть. Сейчас отдает 15-е. И вот это была штука не меньше. И сейчас об этом можно сказать полноправно. Да. Подобный счет. В принципе, можно было бы написать до окончания предыдущего раунда. LDLC, соответственно, его отдали. И псилоны прямиком находят у нас на 15-13. Подгорают, конечно же, у всех, кто поверил в LDLC после первой половины. Подгорает, причем я уверен у всех знатно. И самое интересное то, что LDLC себя обрекли на очень средний бай, на самом деле, сейчас. То есть, у них на решающем раунде, в котором надо тащить три подряд. То есть, да... Ну, не три, в смысле, два подряд. Для того, чтобы выйти на временящую допы. И у них осталось только несколько смоков, один молек, что, конечно, реально мало. Один дипускетов, еще ноль дипускетов и ни одного снятической ментовки. И, короче, это все очень-очень слабо выглядит. Эпсилоны, мне кажется, просто сейчас идут делать до конца. Да возьмут, наверное. Где-то не налажают, да. Я думаю, возьмут здесь. Ой-ой-ой, вот этого товарища, да, спасибо, что показывает. Киашима в качестве люкера на Б-планте. Единственная проблема у меня, вопрос конкретно, то, что это именно Киашима. Да, потому что по стрельбе, вот, товарищи местами очень сложные сегодня. Шурил убивает оппонента, Киашима в итоге погибает на этом самом Б. Вот о чем, да, вопрос. То есть, возможно, стоило кого-то другого, но, возможно, Кио сам вызвался. Типа, пацаны, я зачекаю, нормально все. И вот этот ритейк для ЛДЛС, на самом деле, все еще плюс-минус возможен. Хотя вопросы к конкретным позициям. То есть, вот, к закрывающим банан, вот к этой. Да, 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 и Блэм последний, во. У них реально получилось, реально сработано. Неплохо, в данном случае. Здесь вопрос к Эпсилон, потому что Молик не очень получился в Блэм, или очень не получился. Блэм пытался, но не вышло. Вот, листики горят, но не сгорают. Что с этим миром не так? Контра-страйки, неправильный виртуальный мир. Вот, и это будет 4-й страна для команды ЛДЛС. Ну, судя по всему. На самом деле, деньги-то будут, конечно, Эпсилон. Просто здесь ребята, наверное, подсобраться надо. С другой стороны, уже нормальный дазак, вероятно, должен быть у болков. Ну, в самом деле, очень странно то, что не смогли дожать Эпсилон. Ооо, WVP в атаке на оверпасе. Оооо, это они, конечно, сейчас залетают просто на толпу и вот прям ногами вперёд, судя по всему. Только если... То есть, на что рассчитан, да, сетап WVP в атаке? В том, что, типа, ты в начале раунда, кто-то из противников начал пушить. Но почему ЛДЛС начнут пушить? Скажите мне, зачем вам это делать? Это решающий раунд. Они явно сыграют по дефолту. Они явно сыграют просто из удержания, да, из статичных позиций, в которых они будут торчать до кончания века. Ну, в случае с нами до кончания раунда. Но зачем? Зачем? Кто-нибудь мне просто объяснил. Ну, да ладно. Молики влетели. Соответственно, банан будет занят в ближайшее время. Epsilon C будут постепенно заезжать к нам на plant A, судя по всему. И Death Friends, соответственно, у нас располагается в виде двух человек в A plant A, трёх человек на B plant A. При этом всём, кстати, никто на хрупе не присутствует. То есть, быструю перетяжку от волков не будет. А вот сейчас начинается как раз и перетяжечка, и, возможно, подъедет даже вовремя вот от Алекса. Нам её показывают, и он должен, соответственно, успеть на движуху на plant A. Здесь снайперская винтовка от Тойны, может решить все вопросы, а может и не решить ни один. Честно говоря, её тем временем пытаются СВП как-то реализовывать. Но это очень странно, короче. Это сетап WVP сейчас их очень серьёзно тормозит. Они причём вынуждаются... Они даже выйти не могут. Да, 34-я секунда, пацаны вас читают, начинают сейчас уже по полной. Типа, это проблема очень жёсткая. И опа! Вот повезло очень сильно, что зачем-то Тойну прыгнул. Тойну, на самом деле, прыгнул, чтобы чекнуть. Но Крушел это ждал. И ты не должен так делать, потому что по Тойну была инфарк, потому что он вышел и убивал банан. Соответственно, размены пошли. Алекса убивает ещё одного. От Крушел разменивает. Вот это важнейший ещё момент. Надо поставить С4. Под прикрытием Киашима. Киашима, соответственно, забрал Эмку. Чек калаш. Слава богу, что у него была эта возможность. Иначе ему пришлось бы дефраться с двумя АВП. Крайне сомнительная была бы тема. Ну и ДВД с Логаном ничего здесь не сделают. Это прекрасно понятно. Потому что у противника есть Молик, а у них нет. Смака, соответственно, ГГ. Просто... Ну кинь, кинь Молик. Не надо даже встреляться было просто. Ну ладно. Пострелялись. Молодцы. Поздравляем кассанов из Эпсилон. Они сыграли 16-14. Максимально качественный счёт по данным противостояниям. Максимально. Да, вот это.